Реальность современной гражданской авиации такова, что примерно 90% времени самолёт находится в режиме автопилота, а потому человеческий фактор, основная причина всех авиакатастроф, сведён к минимуму. Компания Airbus решила создать самолёт, умеющий делать то, чего не умел ни один автопилот до сегодняшнего дня – взлетать. Сможет ли программа принимать критические решения? Сможет ли сбросить топливо в нужный момент? Зачем пилоты сбрасывают топливо? А вот на этот и многие другие вопросы мы ответим в этом выпуске. В чём же, собственно, сложность автоматического взлёта? Как ни банально, но именно в его непредсказуемости. Ведь взлёт – самая напряжённая часть полёта. Стая птиц, посторонние объекты на взлётной полосе, технические проблемы при наборе скорости – всё это до недавнего времени автоматика учесть не могла. Но инженеры Airbus не захотели с этим мириться, а поэтому была создана и уже успешно протестирована система автоматического взлёта. Речь идёт о полностью беспилотном управлении самолётом от начала и до конца. На борту самолёта лаборатории находились два пилота и три инженера-испытателя. И всего за 4,5 часа воздушное судно A350-1000 произвело 8 автоматических взлётов. Эксперимент был выполнен в рамках проекта Airbus Atoll – Autonomous Taxi Take-Off and Landing. Система в своей работе задействует навигационное оборудование и компьютерное зрение, то есть она способна распознавать посторонние объекты на полосе. АЛС – это принципиально новая технология, в которой даже система посадки по приборам не связана с уже существующими аналогами. По словам разработчиков, система автоматического руления, взлёта и посадки обеспечивает большую безопасность полётов, чем при обычном управлении самолётом. Она и более экономична, так как не требует дополнительной аэродромной инфраструктуры. На следующих этапах тестирования в середине 2020 года пройдут испытания посадки и руления в автоматическом режиме с использованием той же технологии распознавания изображений. Готовы ли люди к беспилотным полётам? Вероятно, нет, поскольку мы чувствуем себя спокойнее, когда рядом живой человек. Особенно, если он управляет многотонной машиной, летящей в воздухе. Пилотов точно не стоит сбрасывать со счетов. Вряд ли бы компьютер смог так умело посадить самолёт на реку Гудзон. Но времена меняются, а с ними и наше сознание. Да, из-за человеческого фактора происходит 60% всех авиакатастроф. Но в то же время именно вмешательство человека в нужный момент может спасти положение. Автоматика пока не способна принимать решения при экстремальных обстоятельствах. Такой вот парадокс. Одна из таких критических ситуаций – это необходимость сбросить топливо. Да-да, вы не ослышались, некоторые самолёты сбрасывают авиационный керосин прямо во время полёта. Со стороны пассажира это выглядит довольно странно. Будто пилоты решили выбросить деньги авиакомпании на ветер. Топливо действительно очень дорогое, но у этого действия есть очень важная функция. Для начала давайте разберёмся, что такое максимальный посадочный вес. У самолёта есть два основных веса – максимальная взлётная масса и максимальная посадочная масса. Элементарная логика подсказывает нам, что первое – это самый большой вес самолёта, при котором он может совершить безопасный взлёт. И второе – соответственно посадку. Одна из причин ограничения массы груза – то, что шасси самолёта имеют предел прочности, и их нельзя перенагружать. Ведь во время взлёта и посадки на шин оказывается огромное давление, а также очень сильно разогреваются тормозные колодки. Особенно опасен момент приземления, когда происходит некое подобие удара о полосу, а это огромные нагрузки на стойки шасси, а у крепости механизма есть пределы. Также самолёт должен успеть затормозить, чтобы не выкатиться за пределы полосы. У самолётов есть ограничения по тяге двигателей и подъёмной силе все эти факторы тоже берутся в расчёт. Но иногда случаются обстоятельства из ряда вон выходящие. Например, кому-то стало плохо, пожилого пассажира подвело сердце. Довольно распространённый сценарий. Необходимо садить самолёт в ближайшем аэропорте, чтобы спасти жизнь. А что, если мы пролетели всего 300 километров? Самолёт с полными баками не может сесть сразу, ведь масса посадки не соответствует нормативу. Опоры при приземлении могут быть перегружены, и тогда может произойти аварийная ситуация. Именно по этой причине избрасывают топливо. Другие самолёты в такое облако керосина пускать нельзя, потому пилоты стараются делать это как можно выше. Потому что именно в таком случае топливо не достигнет земной поверхности, оно испарится во время падения. Кстати, некоторые самолёты не оборудованы системой слива топлива, поэтому им приходится наворачивать круги вокруг аэропорта, ожидая, пока израсходуется лишний керосин. После чего уже совершить безопасную посадку. К слову, современные самолёты могут совершать экстренное приземление с полными баками, но после этого они подвергаются тщательной проверке. Даже несмотря на то, что человечество больше 100 лет назад поднялось в воздух, авиация культивирует всё новые и новые идеи. Возможно, полностью автономные самолёты уже совсем скоро станут реальностью, а нам лишь нужно перебороть страх и начать доверять машинам. Ведь раньше обычным лифтом управлял отдельный человек, а потом эта профессия канула в лету. Всё зависит лишь от нас.